Андрей Нечаев в прошлом был министром экономики России. Человек очень и очень грамотный. Я могу просто сказать, что в свое время, когда я по специальности экономист, я в свое время читал с интересом, еще в студенческие годы читал его работы, читал его учебники. И для нас, по крайней мере, для тех студентов это был непререкаемый авторитет. И он, в общем-то, доказал свою значимость. Это один из известнейших специалистов. И стоит послушать его мнение. Тем более, что это мнение человека, который не какой-то там посторонний советолог-наблюдатель, живущий в Соединенных Штатах или где-нибудь там в Европе, а человек, который живет в России, который является российским политиком, который живет в Москве. И сейчас мы пытаемся с ним связаться. Вот вы слышите звуки позапозывные скайпа. Сейчас буквально несколько минут. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нам удалось до вас дозвониться. Мы в прямом эфире с вами. Потому что добрый день как-то не поворачивается, так сказать. Да, ну уже действительно добрый он или не добрый. Но это, как бы скажем так, фигура речи. Андрей Алексеевич, мы сегодня обсуждаем в нашем эфире проблемы политические, последствия политические от войны в Украине. С вами я бы как со специалистом хотел бы побеседовать о экономических последствиях. Давайте начнем сначала с санкций. Европейский Союз и Соединенные Штаты и примкнувшая к ним Канада анонсировали целый пакет санкций. То есть он ударил по ведущим банкам российским. То есть санкции направлены лично против бизнесменов, олигархов и так далее. Ну и вопрос идет по отключению SWIFT. На ваш взгляд, эти санкции, к чему они могут привести и какой, скажем так, временной лаг их воздействия? То есть они начнут действовать с завтрашнего дня и с завтрашнего дня россияне почувствуют эти санкции, их действия? Или это будет растянуто во времени и будет действовать постепенно? Ну, вообще я хотел бы начать с того, что я еще и действующий политик, как председатель партии Гражданской инициативы. Поэтому о политике тоже можем поговорить. Но, как говорится, экономика – это основа политики. Дедушка Ленин еще этому учил. Да. Что касается санкций, то даже трудно сказать, какие из них будут наиболее болезненными. Если говорить о таких более стратегических последствиях, то это, конечно, решение о сокращении вдвое поставок в Россию высокотехнологичного оборудования и современной техники. Есть уже пример в этом смысле печальный после крымских событий, когда американцы отказались представлять современное оборудование для нефтедобычи с отна океана, в результате чего России пришлось заморозить несколько проектов, в том числе так называемый Сахалинский проект Роснефти. Сейчас, судя по всему, эти санкции коснутся авиационной промышленности. Это значит, что можно будет, если они будут продолжаться длительное время, видимо, можно будет поставить крест на главном российском авиапроекте «Сухой Суперджет», потому что он просто напичкан импортным оборудованием. Это вообще был хороший пример международной кооперации. Ну, вот дальше, видимо, будет поставлена печальная точка. И есть еще одна очень серьезная проблема. Это ситуация вообще с самолетами. Потому что Евросоюз объявил о том, что он прекращает поставки в Россию, ну, запрещает поставки в Россию европейских авиалейнеров. А подавляющая часть российского авиапарка сейчас – это импортные самолеты. И в том числе значительное их число – это так называемые аэрбазы. При российских пространствах и отдаленности городов друг от друга – ну, это, конечно, катастрофа, потому что собственной авиации у нас осталось очень мало. И вопрос еще, как Боинг будет себя вести. Но в любом случае, по мере того, как эти самолеты начнут выходить из строя, а запчасти тоже будут заблокированы, Россия просто окажется в непростом положении. Там отрезанный или частично отрезанный Дальний Восток, Сибирь и так далее. Ну, и большинство самолетов находятся в лизинге. То есть вопрос лизинга-датели потребует аннулирования договоров, или все-таки в лизинге самолеты продолжат оставаться? Этот вопрос как бы открытый. Пока в этом смысле противоречивая информация поступает из ЕС. Ну, так же, как и в целом запретом на поставку высокотехнологичной продукции, это как бы принципиальное политическое решение, которое приняли главы Большой Семерки. А дальше уже на уровне конкретных специалистов, уполномоченных ведомств там будет определяться этот перечень продукции. Пока мы его не знаем, я думаю, что они сами еще пока его не знают. Поэтому вот ровно такая же ситуация с лизингом, тут как бы возможны-возможные варианты пока еще. Андрей Алексеевич, а вот я бы хотел задать вопрос про финансы. Если прекращается обслуживание и поставка запчастей, то это очень сильный удар в российской транспортной отрасли. Вторая большая тема, или пласт проблемы, если хотите, я не знаю, сколько у нас времени, как долго я могу говорить. Нет, нет, пожалуйста, время есть, не волнуйтесь. Это вот санкции против российских банков. Да, вот я как раз и хотел задать этот вопрос, финансовые. Отключение от SWIFT. А что это значит? Вот поясните, пожалуйста, на самом деле далеко не все понимают, что значит отключение от SWIFT. Ну, SWIFT – это некая информационно-коммуникационная система, с помощью которой банки обмениваются информацией о необходимых банковских транзакциях. Ну, грубо говоря, это такая вот современная электронная форма платежного поручения. Если банки оказываются отрезанными от этой системы, то это на какое-то время, ну, просто паралич всех внешнеторговых и внешнеэкономических операций, связанных с импортом, связанных с экспортом. А для России, как страны экспортно-ориентированной, причем ориентированной на экспорт сырья, в частности, нефти, расчеты по которой идут преимущественно в долларах, ну, это, конечно, тяжелый удар по валютной выручке, потом, соответственно, по налоговым поступлениям, потом по государственному бюджету, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, и, естественно, удар по курсу национальной валюты, с соответствующими, вытекающими из этого инфляционными последствиями, потому что, несмотря на все сказки об импортозамещении, доля импортных потребительских товаров остается на российском рынке, ну, она разная по разным товарным группам, но она остается очень высокая, а если добавить еще сырье для производства этих товаров, то тем более. Я вам один пример только приведу. Из всех выпускаемых в России высокотехнологичных сложных лекарств субстанции только 6% — это отечественная производство, 94% — это импорт. Ну, то есть практически останавливается фармацевтическая промышленность, если эти расчеты становятся осложненными, ну, или лекарства будут неизмеримо дороже с учетом ожидаемого падения курса рубля в такой ситуации. Конечно, я думаю, что рано или поздно российские банки найдут какие-то обходные пути через китайские банки, через банки Казахстана. Ну, Мишустин сказал, что вообще правительство давно готовится к этому, и, как он доложил Путину, готово. Ну, это, скорее, дело не правительство Центрального банка. Смотря о чем мы говорим, если у расчетов внутри России, да, надо действительно отдать должное Центральному банку, он после крымских санкций создал российскую национальную платежную систему. И, в принципе, расчетов внутри России, ничто не угрожает. Но этой платежной системы никто в мире не пользуется, кроме нас. А все пользуются свифтов. Поэтому для международных расчетов, для расчетов в рамках поддержки экономической деятельности, ну, вы фактически просто отключаетесь от возможности распоряжаться своими корреспондентскими счетами за рубежом. Не говоря о том, что, скажем, в отношении Сбербанка уже объявлено, что и сами эти корс-счета будут закрыты через 30 дней. То есть, соответственно, их клиенты лишаются, ну, вот такой простой, привычной возможности осуществлять свои внешнеэкономические сделки и соответствующие банковские финансовые транзакции. Еще раз говорю, я думаю, что входные пути будут найдены, но это в любом случае будет задержка во времени, это в любом случае дополнительные транзакционные издержки, потому что посредники, естественно, захотят иметь свою мзду за эти услуги. Поэтому это, конечно, крайне неприятно. А по картам, по магнитным картам, по кредитным карточкам это ударит в какой-то степени, которыми пользуется население ежедневно? Опять-таки, внутри страны нет. Помимо того, что у нас есть собственная, значит, карточная система Мироцентральный банк создал, которые вынуждены просто в принудительном порядке активно пользуются, скажем, пенсионеры, бюджетники. А что касается оплаты картами российских банков за рубежом, об этом, к сожалению, придется забыть. Так же, как у таких систем, как Apple Pay, Google Pay и так далее. Андрей Алексеевич, а поясните, пожалуйста, вот прошло такое сообщение, что применены санкции к Центробанку и к активам Центробанка, расположенным за рубежом. Что имеется в виду в данном случае? Вы знаете, мне самому интересно. Это, конечно, случай, когда некое политическое решение анонсировано, а его, что называется, техническое исполнение пока составляет тайну. Значит, известно, что Центробанк хранит значительную часть своих золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах. Правда, пакет американских ценных бумаг был резко сокращен в последнее время, там остались копейки. Но, тем не менее, значит, деньги в ценных бумагах, ну, теперь больше в евро, в фунтах. В юань активно вкладывался российский Центробанк в последние пару лет, понеся на этом, кстати, курсовые защитные убытки за счет девалювации юаня. Как я уже сказал, значит, кэш на счетах. Если это все будет заморожено, ну, собственно, это... Кстати, в золотовалютных резервах Центробанка еще сидит валютная составляющая так называемого фонда национального благосостояния, этой вот той копилки, которую много лет накапливало российское правительство на черный день. Вот черный день наступил, а если действительно эти активы будут заморожены, то воспользоваться этой копилкой не удастся. Ну, это будет, конечно, колоссальный удар. Но, среди прочего, Центробанк не сможет осуществлять валютные интервенции, с помощью которых вот он в последние дни сбивал резко вскакнувший вверх курс доллара и курс евро. Вот, но еще раз, пока не вполне понятно. Значит, то ли ему закроют курс счета, то ли все-таки эти активы будут заморожены, тогда какая часть этих активов будет заморожена. Я думаю, что мы ответ получим в ближайшие сутки другие. Андрей Алексеевич, еще такой вопрос. В общем, многие наши зрители, то есть в своих комментариях говорят, что вот нам все время говорят о том, что падает курс акции, падает фондовый рынок. Это все типа, извините за такое слово, фигня. Это какой-то мыльный пузырь. Простым людям абсолютно неинтересно. То есть падают и падают. Это касается только олигархов, которые там теряют миллиард или приобретают миллиард. А поскольку у них этих миллиардов много, то нам об этом не о чем даже и говорить. Чем вот падение фондового рынка грозит рядовым гражданам? Не только в России. Это не совсем так. Во-первых, вот буквально в последние годы, после того, как долгое время снижалась ставка Центрального банка и, соответственно, ставки по депозитам, на фондовый рынок пришло огромное число россиян. Сейчас, если мне не изменяет память, Московская биржа фиксирует 15 миллионов брокерских счетов. Ну, правда, некоторые люди могут иметь несколько брокерских счетов, именно относящихся к физическим лицам. То есть... То есть это не брокерские конторы, а именно физические лица, то есть граждане? Нет, ну, граждане не могут напрямую торговать на бирже, они торгуют через брокерские конторы. Но у каждого счет-то свой, персонифицированный. То есть, как минимум, несколько миллионов российских граждан пришли на фондовый рынок, ну, с разной степенью активности. Кто-то, может быть, просто открыл счет, ничего не делал, у кого-то там небольшие пакеты ценных бумаг, у кого-то они более серьезные, но в любом случае это уже не экзотика, это не олигархи, это абсолютно рядовые представители среднего класса, у которых есть какие-то, может быть, и небольшие, но тем не менее, сбережения, которые вот решили инвестировать на фондовый рынок. Ну, это, так сказать, очевидные потери, очевидные потери тех, кто решил сыграть на бирже. А в более глобальном смысле, вот что значит падение фондового рынка для экономики в целом и, соответственно, для простых граждан, которые не участвуют в игре на бирже, которые сидят, так сказать, на одну зарплату? Нет, ну, эти несколько миллионов, они какие граждане? Не простые? Нет, хорошо, они тоже простые, но они решили рискнуть, они решили схватить бога за усы. Это простой гражданин, который в день начала войны потерял большие для меня деньги. Поэтому я не очень благодарен российской волосе и за это тоже, хотя это, конечно, не главный мотив. Нет, ну, значит, если падает, ну, а в первый день это было не падало, это было обрушение. Биржа несколько раз прерывала торги. Я думаю, что в понедельник тоже будет просто ад на бирже, если вообще она откроется. Ну, если падает, безумно падает стоимость ценных бумаг, это означает, среди прочего, что фондовый рынок перестает быть источником инвестиций. Ведь когда компании размещают там свои акции, облигации, какие-то другие продукты, ну, в основном акции и облигации, это источник долгосрочных инвестиционных ресурсов. Если фондовый рынок перестает быть такого рода источником, ну, значит, это дополнительный сильный удар по инвестиционному процессу. Значит, инвестиций будет меньше, значит, экономический рост будет меньше, значит, рабочих мест будет создаваться меньше. Значит, ситуация с бюджетом, а значит, с здравоохранением, оборудованием, культурой, зарплатами бюджетников и так далее будет хуже. То есть, ну, если в стране замедляется экономический рост, это всегда плохо для вот тех самых простых россиян, о которых беспокоятся ваши зрители. Ну, я бы еще осмелюсь такой аспект осветить. Очень много говорят о том, что вот там не дадим западному капиталу вторгнуться, там не дадим скупить нашу родину, там и так далее, и так далее. Но падение фондового рынка, оно приводит к тому, что очень многие там предприятия, там, я не знаю, шахты, рудники и так далее, то есть, они как бы обесцениваются. И такой какой-нибудь простой китайский, даже не то чтобы олигарх, а не шибко богатый человек, может за бесценок купить вот эту вот самую национальную собственность. Ну, теоретически да, только сейчас вряд ли иностранные инвесторы пойдут на российский рынок. Ну, а те, кто играют на понижение, пошел, вот подойдет дешево, взял и купил. Нет, ну, пока мы наблюдаем тотальный отток иностранных инвесторов российского фондового рынка. А что касается западных рынков, то сейчас вот ведущим российским компаниям ЕС запретила размещать там свои ценные бумаги. Соответственно, дешевый рынок или рынок дешевого западного капитала, ну, как минимум, на какое-то время для российских компаний закрылся. Ну, давайте перейдем теперь к вопросам, так сказать, политическим аспектам. На ваш взгляд, каковы ближайшие, так сказать, политические прогнозы, то есть, к чему приведет данная война? То есть, вот, так сказать, день, два, три, четыре, пять, будет уже какая-то ясность. Как это отразится на российской политической, так сказать, ситуации? Ну, первый вопрос здесь, что, собственно, будет с Украиной. Это наш... То есть, завершится ли эта война победоносная или она завершится ничем? Завершится ли эта война тем, что там посадят какую-то российскую марионетку, и какая часть Украины в конечном итоге войдет состав Российской Федерации. Но, в любом случае, отношения со значительной частью украинского народа, думаю, что испорчены на десятилетия, если не навсегда. Второй вопрос – это отношения с западными странами. Боюсь, что мы тоже стоим на пороге холодной войны 2.0. Будет совершенно, ну, уже Россию исключили, не исключили, приостановили членство в Совете Европы. Спортсмены отказываются выступать на российских аренах или даже встречаться с российскими футболистами на других стадионах нейтральных. Ну, то есть, в любом случае, понятно, что вот сотрудничество, которое очень успешно развивалось еще со времен Горбачева, и, кстати, успешно развивалось на первых сроках Путина, он тоже внес определенный вклад, и мы, например, с Германией, с ЕС в целом, на каком-то этапе были очень близки и к безвизовому пространству, и к взаимному признанию дипломов, и очень активно развивались молодежные обмены, которыми я вот занимался в качестве такой общественной деятельности. Сейчас это все схлопывается, и, ну, в общем, Россия становится такой страной-изгоем. И, с другой стороны, мы наблюдаем вот прямо в последние дни резкое ужесточение политических репрессий внутри страны. Вот сегодня Генпрокуратура уже предупредила российских граждан о том, что она будет очень широко трактовать понятие государственной измены. То есть почти любой человек, который вообще решится что-то, простите меня, там пикнуть, он может быть объявлен государственным изменником. Вот сегодня, я сегодня возлагал цветы на мосту вместе с товарищами по партии на месте убийства Бориса Немцова около Кремля. Значит, весь центр за пружин просто полицейскими машинами, просто полицейскими. Пушкинская площадь, где традиционно собираются протестующие, полностью отцеплена полицией. Стала практикой еще прежних месяцев, к сожалению, реальные судебные процессы и реальные сроки, тюремные сроки, за посты в интернете, за лайки в интернете и так далее. То есть маховик политических репрессий в России, он раскручивается из все ускоряющейся быстротой. Но свои пять копеек внес экс-президент России господин Медведев, заявив, что пора вводить смертную казнь. Ну, это среди прочего. Да, это человек, который нам говорил, что свобода лучше, чем не свобода. Да, его, в общем-то, ставили пример как такого наиболее либерального. То есть срок его президентства, период его президентства был таким всплеском либерализма, то есть буквально чуть ли не оттепель. А что же такая метаморфоза? На период, кстати, по этой теме он говорил, что окончательная отмена судебной казни – это будет важная составляющая вообще государственной судебной реформы. Ну вот, прошел десяток лет, видите, мужчина резко поменял свою позицию. То есть не смогла. Андрей Алексеевич, последний вопрос, если можно коротко. На ваш взгляд, чем это все кончится? Вот я имею в виду вот эта война и ближайшие ее, так сказать, последствия. В политическом плане сейчас, не в экономическом. Ну, первый вопрос – сколько и как эта война продлится? Вот сегодня, дорогой Владимир Владимирович, приказал привести в боеготовность тактическое ядерное оружие. Когда, не дай бог, так сказать, у него в голове что-то повернется на его использование, ну, тогда ядерный конфликт в центре Европы, вы можете себе представить последствия сами. Но зато он войдет в историю, то есть это уже очевидно. Я имею в виду Путина. Ну да, Герострат тоже вошел в историю. Но я думаю, что все-таки в этом случае, уже будучи человеком сильно пожилым и немощным, он будет заканчивать свои дни в Гааде, в гаадской тюльпе. Зависит от того, сколько будет приходить так называемого груза 200 из Украины, если война продлится. Потому что люди так или иначе все-таки на гибель своих родных и близких. Но Министерство обороны пока говорит, что потерь нет. Ну, Министерство обороны может говорить все, что угодно, но, тем не менее, значит, из разных источников, есть фотографии в сетях, уже понятно, что есть и погибшие, и пленные, и тяжело раненые, и искалеченные, и среди мирного населения, к сожалению, тоже. И чем больше этих грузов 200 будет, тем все-таки российское общество будет на это как-то более активно реагировать. Хотя сейчас, благодаря этим политическим репрессиям, конечно, общество задавлено. Вот таких выходят отдельные смельчаки-одиночки. Вот после первого дня было арестовано порядка трех тысяч человек, которые вышли с протестом. Ну, вот думаю, что мы будем так активно катиться к 1937 году и к стране изгою. Такая будет большая КНДР. Да, перспективы, конечно, радужные. Спасибо большое, спасибо, Андрей Алексеевич, что нашли время побеседовать с нами. Я напоминаю, что мы беседовали с экономистом, доктором Андреем Алексеевичем Нечаевым, политиком, политиком и экономистом. А наша программа подошла к концу, вел на сегодняшнюю программу Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания. Завтра в 16 часов по Израилю, в 17 по Москве мы возобновим свой стрим. До свидания.